Восьмое июня Суть коллекции – показать многогранность внутреннего мира девушки через фактуру, через много слоев, через множество складок. Показать металл, что она может быть сильной, она может быть жесткой. Поэтому и выбрал именно этот материал. Вдохновила меня Анти Уорхол, то есть его мышление, его неординарное мышление, так скажем. Название также пошло от самой идеи. Хотелось создать всю реальность иную, наоборот. Все, что мы видим, то есть то, что мы носим, это может быть рубашка, она может быть одета как брюки, и также брюки могут быть одеты как верхняя одежда. То есть все детали были использованы нестандартным способом. Название коллекции – необузданное воображение. Не знаю, как-то оно вот так с головы пришло, ниоткуда. В коллекции были использованы различные нетрадиционные материалы. Украшения в виде обсыпанных желудей, трубочки, всякие пластиковые вырезки из труб сантехники. Это все декорировалось. Евгения Червачук тщательно подбирала модели – по типажу и по росту. Благодаря им автору удалось донести до зрителя саму суть коллекции изнутри. Гармоничные потеки на ткани, сделанные хендмейд, выражение независимости, гармонии и женской силы – это основные ключи образов. Евгения сразу после окончания третьего курса начала работу над выпускной коллекцией. Одна идея сменяла другую. Мастер много рисовала и обсуждала с куратором варианты. Ну а озарение пришло у друга художника в мастерской, глядя на одну из его картин. Так с декабря и до последнего дня девушка творила. Интересно узнать об используемых материалах у самих дизайнеров. Самое сложное было на самом деле найти материал, потому что хотелось, конечно, из кожи. Во-первых, из кожи работать легче, из кожи она мягче и более гибкая, более пластичная. Но найти те цвета, которые я хотела, было нереально, особенно в Молдове, нашла в Одессе позже. В том, работа с материалом, с которым я никогда не работала, тоже была определенная сложность. Использовались натуральные ткани, это хлопок, это лен, также использовались пуговицы, множество пуговиц, также использовалась пленка, что создает некий эффект. Ольга Иванова изначально планировала запустить мужскую коллекцию. Так она и сделала, правда, добавив нежности и разбавив брутальность парней, конечно же, женскими образами. Довольно авангардная, контрастная получилась работа. Так сильно трендовые песочные и кэмл цвета доминировали в показе. Приятно удивили сумки, сделанные безумно креативно. Модели также были подобраны харизматично, особенно мужские. Браво! Необузданное воображение коллекция Ольги Новиковой не оставила никого равнодушной. Во-первых, сложная обувь на модной нынче платформе казалась произведением искусства. Во-вторых, декорированные вставки и вышивка, прибавляющая пикантности. Сама форма и крой моделей, переносящая всех в прошлое, а быть может и в будущее. Прически и мейкап в лучших традициях жанра. Авангард, да и только. Но только вот такие именно платья хочется носить в жизни. Она любит классику, а в этой коллекции некоторые элементы ей даже приснились. Каждый мечтает, конечно же, о своем. Хочется заниматься этой деятельностью. Также хочется сделать стаж и интершип в разных странах. Есть мысли насчет Милана и во Франции. Также я делала, как бы год я изучала во Франции искусство. Поэтому, в принципе, уже какие-то навыки за границей есть. Поэтому постараемся направиться туда, но как бы для какого-то опыта. То есть делать стаж. Хочу работать и получать удовольствие. Это самое главное для меня. То есть заниматься тем, что мне нравится делать. Мне нравится шить, и я хочу это делать. У меня нет цели стать главой дома моды или еще что-то. Могу работать в другом доме моды, не проблема. Дайте мне свободу творчества, все, что мне нужно. Без лесных нот хочется похвалить дизайнеров за мастерство и качество выполнения. Все они получили наивысшие оценки. И, положа руку на сердце, каждый из них достойна высокого роста и продвижения. Не медлите, вы наше стильное будущее.